Дорогие друзья, всем привет! Всех рад видеть вас на моем канале. Сегодня произошла такая ситуация. Зашел в ВТБ по своим делам. Пока была очередь электронная, ждал своей очереди. Решила сфотографироваться. Тут подбежала женщина, работница этого банка. И сказала, что фотографироваться нельзя, видеосъемка запрещена. И вызвала ГБР. Что из этого получилось, ребята, посмотрите. Обязательно ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии вообще, что вы по этому поводу думаете. Женщина. У меня претензий, к сожалению, нет. У меня была в пресс-букламка. А банк вообще так-то общественное место? Вы не в курсе, что здесь? Какое разрешение? У кого у меня разрешение спрашивать? Вот вы ГБР вызвали. Вот вы ГБР сейчас вызвали. К чему вы сейчас вызвали? Они мне даже ничего не смогут сделать. Конечно. Общественное место я могу снимать спокойно, правильно? Я же не снимал секретные документы. Не, я просто говорю, я же не снимал секретные документы. Я сфотографировался просто. Вы здесь вызвали людей. Я вас попросил. Я просто это в интернете потом... Вот это вот сейчас вы неправильно сами ведете. Правильно? Я позвоню. Еще раз подтвердил, какие действия должна быть... А дальнейшие какие действия у вас сейчас будут? У вас сейчас будут действия. У нас уютрукты свои есть еще, поэтому... Ааа. Как бы претензий к людям нет. Как бы они свою работу выполняют, но они сейчас ничего не могут сделать. У них уютрукты есть. Я понял, понял? Просто если что, я здесь, как бы я открыт для общения. Я же не снимал ничего у вас секретного, правильно? Я с женой сфотографировался. Это как бы не нарушение. Я сейчас... Не, я себя снимаю. Я себя снимаю. Я даже вас не снимаю. Я должен предоставить какое разрешение. А что за инструкция-то? Показывает. Нет, инструкция-то их инструкция. Это же меня не касается. У меня нет, это же она вызвала. Я просто сфотографировался вон там. Она говорит, нельзя. Я говорю, как нельзя? Это по конституции можно фотографироваться в общественном месте. Это банк общественного места. Я же не дофотографировал их документы там, я не знаю. Не заходил никуда. Я вон на тресле вообще сидел. Старший сжан Павел Царябов. Мог бы я вас... Очень приятно. Савкин Петр Александрович. У вас тебе написать, что справку на руки получили? Савкин, через вас. Савкин Петр Александрович. 2506, 84-й год. Маска принципиально надевается. Мне просто даже не предлагали. Я даже не знал, что маску надевается. Сейчас во всех общественных местах маску надевается. Ага. Савкин Савкин. Савкин Савкин. Так, место рождения, пожалуйста. Пензенская область. Невертинский район. Невертинский. Село Криволучье. Криволучье. С мягким знаком. Неоплаченный административный штраф. А вот здесь у вас есть милиция? Да не знаю. Проверьте есть. Так, думаю, нет. В принципе. Ну, а если только ПДД, что-нибудь бывает, там скорость нарушаешь. Они приходят же не сразу штраф. Так обычно всегда сразу погашаем. Как представьте фамилию, имя, отчество? Проверьте, Макаров. Имя, отчество. Имя, отчество какое? Достаточно фамилию. Макаров, имя, отчество должно быть. Должно. Вам не обязательно знать. Еще удостоверение должно показывать. Удостоверение есть с тобой? Давайте, показывайте. На камеру мне тут показывать. Не на камеру, я сейчас прочитаю. Снимать не будем. Какой масочный режим? Вон без машины половина ходит. Прапорщик в полиции Макаров, Вячеслав Михайлович, старший полицейский. Не надо диктовать, на туда говорю вам еще раз. Вот, середина 002. Пусть люди знают вот такого прапорщика, который не умеет работать. А вы умеете списать? Естественно. Я же не на работе сейчас. Все. Спокойся. Самый два спорта. Заявление, по какому поводу поступила видеосъемка. Я ничего не нарушал. Вы сейчас начинаете какую-то тему. Мне пришло нарушить, я скажу, что вы нарушили. Чего я нарушил, ничего я не нарушил. Это еще раз говорю. Какой масочный режим. Это добровольно. Вон, половина людей без маски ходит. В смысле? В чем здесь за себя? Если закон для всех, он должен быть всем исполняться. Вот их тогда штрафуйте. А штрафую. Иди штрафуй, забирай всех тогда. Иди, а идите. Иди. Я на «ты» буду с тобой. Ты на работе. Понял? Ты на «вы». Ты на «вы» обращайся. Я на «ты» буду с тобой. Ты обращайся на «вы». Закон не урегулирован. Уважительно? Уважительно можно на «ты» обращаться. Вы должны на «вы» обращаться. У вас по службе. У вас по службе так положено. Уважительно на «вы» обращаться. Если обращение на «ты» является неуважительным? Нет, я на «ты» могу. Он на «ты» не может. Он на службе. Потому что я когда служил, всегда на «вы». С людьми, когда... Пётр, обращение на «ты» является неуважительным? Нет, вы должны на «вы» говорить. Нет, вы должны на «вы» говорить. Вы сами выбираем в законе аквартирую прописать. Уважительно на «вы» обращение. Нет, я могу на «ты» с вами. Вы на «ты» не можете. Вы на «ты» не прописаны. Прописаны. Это вы при исполнении служебных обязанностей. Вы должны с гражданами обращаться на «вы». А он, так как неграмотный, я с ним на «ты» буду. Если бы он нормально себя вел, он просто не разбирается в законах. Ну, то, что уже есть свои инструкции. Ну, инструкции. В бане съемки, где отшина или отшина, он уже не имеет фракса. Ну, а что, какие проблемы-то, я не понимаю. Вы сейчас что делаете? Вы сейчас свои полномочия превышаете, я вам просто объясняю. Объективно я вам просто говорю. Это же будет в интернете, потом и до прокуратуры дойдет, если вы так будете. Это наша власть, вы имеете право кладете. Нет, вы в суде можете обжаловать. Конечно, обжалую. Ну, просто таких много было, кто хотел обжаловать, кто к ним не обжаловал. Ну, мы немногие. Нет, я говорю, может, в суде обжаловать. Я проверю, как ты обжаловать. Если все, обжаловать. Просто... Нет, ваше дело было просто приехать, посмотреть, что я ничего не нарушал, и уехать, и все. Я вам свои данные дал, у меня там нарушений нет, штрафов нет, все. Извините и уехать, все. Ваша работа такая. Вы вообще должны извиниться, обращаться просто. Вы знаете, что здесь нет? Думаете, но обращение, заявление, мы обязаны его принять. Нет, вы примите, я-то что вам должен здесь? Зачем я? У меня свои дела. Ребят, с ВТБ уехали. Двигаемся в направлении 4-го отдела полиции на Ипподробный. Это недалеко от 3-й дачной. Кто Саратов знает, вы понимаете, куда мы едем. Со мной вот сотрудник Росгвардии едет. Одного не отпустили, говорят, может, скроешься. Я говорю, проблем вообще нет, поехали. Мы здесь были в районе 75-й школы, я так понимаю. Ехать недалеко, минут через 5, сейчас подъедем. Если там удастся что-то заснять, ребят, заснимем. Просто в некоторых местах в полиции там бывает, что нельзя снимать. Так что двигаемся в сопровождении. Все, оставляю, что ключи везешь. Он может еще не вывести. Положил сюда. Я их как бы в Кеннезбирь собирался отвезти. Ну, отвезешь Кеннезбирь, пусть все лежит. Ты богатан, полиция. Урный 4-го отдела полиции на Шнайдер. Все, уважаю, хорошую саду, полиция. Сейчас я отключу съемку, прям объясню только тебе, что произошло. Смотри, брат, в двух словах. Я не надо снимать. Да, в двух словах, смотри, что произошло. Я был в банке с супругой и на диване сфоткал себя. На диване сфоткал? Да, вот диванчик там синий такой, ВТБ, что там у них все синие. И сфоткал себя, селфи сделал. И эта женщина подбежала, говорит, нельзя съемку делать, фоткаться вообще. Удалите. Я говорю, вам вообще ничего не буду удалять. Потому что я знаю, что свои права, это же общественное место. Я секретные документы там никуда не заходил. Просто себя снимал, грубо говоря. И все, на этом вот спор и вышел. Я ничего не нарушал вообще. Я даже не ругался с ними. Они говорят, сейчас ГБР вызовем. Я говорю, без проблем. Ребят, все движения закончены. Короче, подошел вот этот вот сотрудник полиции. Я написал встречное заявление. Эта сотрудница банка написала на меня заявление, что я типа там что-то нарушил, фото, видеосъемку вел. Я написал все как было, что я ничего не нарушал. В общем, мне дали талончик, ребят. Как следователь начнет работать, если еще вызовет, он сказал. В общем, какой-то процесс такой маленький и будет все-таки. Какое-то разбирательство. Я не думал, что как бы до этого и дойдет. Но раз дошло, дошло в принципе. Посмотрим дальше. Посмотрим дальше и какой исход будет. Обязательно вас буду держать в курсе. Но вы свое мнение напишите, друзья. Что вы вообще по этому поводу думаете. Свое мнение. Обязательно подпишитесь на канал. Впереди вас ждет еще много очень интересного, друзья. Все, на этом прощаюсь с вами. С вами был Игорь Негода.